Лопух Далее сюжет о растении лопух. Фото и видеосюжет о заготовке корня лопуха. Название этого растения Лопух большой, лопух волчный и другие виды. Препараты лопуха применяют в терапии артритов, артрозов, при ревматизме и подагре. Рекомендуют при сахарном диабете мочекаменной болезни, как мочегонная, рано заживляющее, антитоксическое средство. Молодые листья лопуха пригодны для салата. Корни употребляют для сыпов и вместо картофеля. Корень в виде экстракта, настоя или порошка на меду. Принимают внутрь, как универсальное лекарственное средство. Его препараты улучшают состав крови и мочи, у больных артритом, артрозом, подагрой и другими заболеваниями суставов. Обычно в таких случаях назначают порошок из корня, в том числе и при многих болезнях обмена веществ. На экране процесс заготовки корней лопуха. Выкапываются корни в конце сентября, в начале октября. Это наиболее благоприятное время для уверенного распознавания растения. Такими же целебными свойствами, как и осенью, обладает корня лопуха, заготавливаемые весной, до начала роста растения. Рекомендуется заготавливать корни растения первого года их жизни. Осенью эти растения хорошо видны и легко отличаются от растений второго года жизни. У растений после первого их летнего сезона сильно огрубляются корни. И это делает их практически непригодными для заготовки в качестве лекарственного сырья или как продукта питания. Цивилизованные страны, в том числе и прибалтийские, давно оккультурили в кавычках участки земли возле сел и городов. Для этого прежде всего уничтожили лопух, как атрибут бескультурья, и заменили сырьяки гладкими зелеными газонными цветами. В Японии же и Франции давно опомнились и начали лопух выращивать в огородах под названием гоба. Собранные корни моют, режут на куски длиной 10-15 см и просушивают. Корни сушат на открытом воздухе, на черенках под железной крышей или под навесами с хорошей вентиляцией. Растилай тонким слоем 3-5 см на бумаге или ткани. Готовые корни лопуха, еще одно название репейника, должны состоять из кусков корней снаружи, серовато-бурых, внутри бледно-серых, со своеобразным слабым запахом, сладковатых на вкус. Далее, несколько рецептов применения. Порошок из корня в смеси с медом один к одному принимают по одной столовой ложке 3-5 раз в день до еды. Продолжение следует... Корень... В свежем виде, или сок из него, более эффективен. Высушенное сырье можно хранить в бумажных пакетах. Я из двух листов плотной бумаги при помощи степлера делаю пакет. Измельчение в порошок лучше проводить перед употреблением. То есть, готовить порцию порошка на 10-14 дней применения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...